Добрый день зрители канала Марина Цветы. 15 января я посеяла бархатцы низкорослые, очень красивые. Купила я по штучность именно. Для меня это уже неожиданность, если уже мы бархатцы будем покупать поштучно. Но это показатель того, какие сейчас есть эксклюзивные сорта таких простых растений. Семя поштучно стоит тоже недешево. И вот, пожалуйста, посмотрите, прошло у меня 9 дней. Сегодня 24 января. Видео выйдет намного позже, потому что его надо смонтировать. Почему я занимаюсь в этом году именно стерильной рассадой? Потому что, вот посмотрите, вот семечко, вот семечко, которое я покупала поштучно, но оно не проросло. Я думаю, что это у меня здесь 3 сорта по 5 семечек. И вот в связи с тем, что именно такое количество семян не проросло, я думаю, что вот это показатель, что один сорт был или несозревший, или плохо хранился. Вот посмотрите, вот ровно 5 семечек, все остальные взошли. Вот-вот только одно начинает пробуждаться. Я эти семена оставлю дальше на проращивание, но бархатцы, чернобрывцы очень быстро всходят. И вы мне можете сказать, какой смысл сеять на бумагу вот такие простые семена. Для меня смысл в том, что сейчас у меня практически не хватает время, даже лишний час заняться землей. Проращивая вот так вот семена, я получаю прежде всего стерильную рассаду. У меня минует угроза грибковых заболеваний на первой стадии, потому что именно когда прорастает растение, оно очень слабое при корневой шейке. И черная ножка очень часто посещает именно в такой период. И время я сэкономила, и теперь я буду пересаживать. Грунт я покупаю в садовых центрах. Добавила я агроперлит. Когда я выращиваю овощи или растения более эксклюзивные, я добавляю вермикулит. У меня есть об этом видео в плейлисте семена и о рассаде, о плодородии почвы. Потому что агроперлит это нейтральная субстанция, она только держит влагу. А вермикулит еще поставляет нашим растениям микро и макроэлементы природного содержания. Поэтому это растение, в общем-то, не требует такой подкормки. Земля у меня легкая, универсальная. Она содержит кокосовую стружку, поэтому она очень легкая. И мои контейнеры не тяжелые. Торфа минимальное количество. Я избегаю грунт с наличием низинного торфа, потому что земля кислая, растения болеют и плохо растут. Но средний и верхний торф, в принципе, не в больших количествах для растения допустим. Итак, у меня абсолютно сухой грунт. Для того, чтобы не сломать корневую систему, у бархатцев еще она более-менее. А когда вот я буду пересаживать вот такие мелкопыльные семена, как и львиный сдев и питунья, они очень-очень нежны. Когда вы будете пересаживать в мокрый липкий грунт, вы можете просто сломать растение. Поэтому лучше пусть земля будет сухая. Пересадку пинцетом делать очень удобно. Аккуратно до семидольных листиков размещаете проросшие семена. Вот немного бумаги, это не страшно. Грунт сухой, обращаю внимание, для того чтобы не сломать растение. А когда мы польем, вода вытеснит воздух из грунта. Грунт корневую систему очень хорошо будет удерживать. И растение быстро укоренится. Результат обычного укоренения идет в течение трех дней. Мы посадили с вами бархатцы. Проливаем вот таким устройством, называется капельный полив, по кромке стаканчика или контейнера. Лучше в междурядье, если вы группой высаживаете. Грунт будет очень медленно увлажняться, если здесь есть наличие кокосовой стружки. Очень аккуратно пропитываем грунт, даем водичке впитаться и потом еще можно увлажнить. Очень важно рассаду поместить на самый светлый подоконник или под фитолампы, или в конце концов просто под обычные лампы. Белый спектр очень нужен растениям для укоренения. Потом, если у вас есть фитолампы красного-синего излучения, это уже идет подсветка для корневой системы, для подготовки к плодоношению овощей или к цветению. Фаза цветения, если мы говорим о цветах. Если у вас нет фитолампы, значит самый солнечный подоконник в зимний период и хотя бы подсветка настольной лампы в течение трех дней в дневной период на протяжении 10 часов. Ночью мы растения с вами не подсвечиваем, потому что все, что растение впитало в течение дня, фотосинтез, питание перерабатывается в ночное время и растение растет и укореняется. А в дневной день, когда наличие солнца или света, растение только поглощает спектр, а ночь уже идет переработка. Это я вам повторяю уроки предыдущих видео о подсветке растений, если вы случайно попали на мой канал. А если вы постоянный зритель, значит мы с вами закрепляем полученные знания, агротехнические условия выращивания всех видов растений. Сейчас я пролила обычной водой, дорогие друзья. Можете обработать фитоспорином растения грунт сейчас или после того, как уже будет необходим пролив. Фитоспорин нам борется от грибковых заболеваний. Если здесь есть гуми, такое вещество, это уже начинается подкормка растений. Можно обработать цирконом в этот период. Видите, водичка еще не впиталась подождем. Циркон служит для хорошего образования корневой системы, а когда мы будем готовить с вами к закалке растения, цветы или овощи, мы используем с вами эпин. Он позволяет растения хорошо закалиться и пережить снижение температуры, вот когда мы высаживаем цветник. Водичка будет достаточно долго впитываться, потому что здесь наличие кокосовой стружки есть, поэтому периодически я буду подливать. И вот, пожалуйста, показатель проращивания бархатцев. Вот посмотрите, что у нас 10 семян проросло очень хорошо, а вот группа семян, которая еще спит. Поэтому, если было бы это в грунте, то я не знаю, дождалась ли я бы результата прорастания таких простых и, с другой стороны, непростых растений. Спасибо, что вы были со мной. Плейлисты о семенах, о рассаде, дедовские рецепты о плодородии и почве. И еще более тысячи видео мастер-класс о том, как выращивать обычные и необычные растения нашего сада. Дорогие друзья, если вам видео было полезно, ставьте класс, поделитесь в соцсетях для начинающих цветоводов. Это будет очень интересно. Подписывайтесь на мой канал и украшайте мир цветами. А для перестраховки еще через несколько дней, чтобы не было черной ножки, вы можете просыпать вокруг растения еще небольшим количеством песка. Он очень хорошо защищает грунт от грибковых заболеваний. Но потом надо еще рыхлить немножко, чтобы не образовалась такая песчаная корка. Снова прощаюсь с вами. Всего доброго и украшайте свой мир цветами.